Братан, в какой масти будешь? Я архи-мультимиллиардер форбсовский. Короны повырастали у нас. Полчаса до рейса, полчаса до рейса. Пришли бумаги на тебя, ты в розыске в Украине. Пошел по этапу. Главное, не убегай, не плюйся в них. Пистолет у них не забирай. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Я на свадьбу. Я не знаю, название этой песни, друзья, но она точно грузинская, потому что мы сегодня находимся в грузинском ресторане Сулугуни. Он известен тем, что здесь паковали Михаил Саакашири перед его экстрадицией из Украины. Но на самом деле, конечно же, мы не из-за этой истории сюда пришли. Моя задача была пообщаться с Андреем Задорожным. Он, собственно, владелец этого ресторана. Андрей Задорожный, если кто-то вдруг забыл или не знал, это совладелец крупнейшей в свое время в Украине сети объединения ресторанов. Там насчитывалось более 100... Точные цифры никто не знает, но более 100 ресторанов точно. Они были настолько круты, что они могли себе позволить ивенты, мероприятия на 5000 человек, на которые они тратили 4 миллиона долларов на один ивент. Представляете, за какие-то такую вечеринку. И вот сегодня мы пообщаемся с Андреем 2019 года, образца. Послушаем его мысли, поговорим о ресторанах, поговорим о том, что с ним происходило, кстати, в Грузии. Очень интересная история. Давайте смотреть выпуск. Он здесь вот сидел, вот здесь сидел. Они заскочили, вот эта камера снимала, а снимала девочка сидела вот там, сейчас шкура деревянная, вот оттуда снимала смартофон. То, что я выложил в Facebook, и потом увидел, что на CNN, на BBC мой ролик показывают в новостях. Вот с этим лежи, сука, блядь. Мой ролик, да, необработанный, ничего. Как вы думаете, может в суд подать? На CNN? На CNN, да. В какой? В какой-нибудь космический. В самый главный суд подать, да. Вы в этот момент здесь были, соответственно? Администратор мой был здесь. Мне переслали этот ролик, я был дома в это время. Они же не знали, где он сидит. Они зачистили второй этаж. Они не знали, не видели. А у нас повар работал тогда с ОСО, грузин тоже такой. И он пытался еще Сайкохвили через черный ход вывезти. А эти, наверное, до того взяли план помещения и перекрыли все три выхода. И только он его начал выводить, там тоже закрыли, там тоже стоял спецназ с той стороны. Слушай, прям спецоперация была серьезная. А сильно это повлияло на имидж заведения? Я думаю, что в худшую сторону повлияло. Думаю, что не в лучшую. Это же типа... Это не ресторанный хайп. Рестораны не любят такую вот историю. В ресторане, ну, представьте себе, половина людей, очевидно, подумала, ну, это мои версии, очевидно, подумала, что если там кушается Акашвили, значит, там, ну, пипец, как дорого. Вот, ну, то есть, вот так, например. А половина подумала, ну, как я пойду там с детьми, туда спецназ залетает, там, там, завтра там еще какой-то вор будет сидеть в законе, там, его начнут винтить, там еще дочку затопчут, или что-то такое произойдет. И он здесь был постоянным гостем? А у него здесь офис рядом был, ничего здесь такого особенного не было. У него же здесь вот рядом с японским посольством был офис этого, руха новых сил. И они сюда пешком 2 метра ходили, у него там же грузин много было. И у нас грузин повар. Ну, они каля-маля там по-своему договорились. Но вы с ним лично не общались? Не, ну, я... Меня когда-то с ним познакомил Вахтанг Хикабидзе, это мой, ну, мой знакомец там, он приезжал к нам сюда, я даже его загнал за мангал, я говорю, пожарим нам шашлык. Он говорит, я не умею жарить шашлык. Я говорю, послушай, я говорю, ты же грузин, я говорю, как ты можешь не уметь жарить? Вот, ну, он сделал вид, что он умеет жарить шашлыки, да. Покрутил немножко, да? Ну, да, он так показал и такое, да. Ну, пожилой уже очень такой, дядька, да. Вы согласны с тем, что ресторан это классный бизнес, вот, для людей, которые в этом, ну, пришли не как вы там? Не совелось. Я думаю, что это жопа для людей, которые пришли. Почему? Давайте вот развеем миф, что ресторанчик это... Ну, потому что это сложно, потому что это такая история, в которой очень легко ошибиться. То есть она выглядит снаружи просто. Вот уровень ошибки следующий, когда заходит женщина в ресторан и заказывает яичницу, ей приносят яичницу и говорят, что вот там с вас 200 рублей, там, или 200 гривен. А она говорит, ну, что за херня такая, какие 200 гривен, там, сколько стоит яйцо одно? Яйцо стоит, там, 5 гривен, там, а 2 яйца 10 гривен стоит. Ну, а сколько сковородка стоит? Она начинает считать по-своему, то есть у нее свой, своя манера почета. Говорит, так я точно такой же ресторатор, как и вы. Я же умею яичницу жарить, и сковородка у меня есть, и я знаю, где яйца продаются. И вот люди, которые руководствуются такими категориями, они обычно попадают в маргарин ресторанный и зарабатывают в лучшем случае ноль, а в худшем случае зарабатывают большой минус, потому что ресторан – это помещение, ну, то есть оно же само по себе что-то или стоит, или аренду стоит какую-то. Это люди, это ЗП, это смена технологического оборудования, там, обновление, маркетинг, реклама, ну, и все такое прочее. Грузия, вот мы сейчас находимся в грузинском ресторане Сулугуни. Грузинский тренд, там, последние 3 года, он самый яркий, да, наверное. А вам кажется, что это тренд? Да. Слушай, ну, это вкусно. Это вкусно, это просто, вкусно, да. Это вредно. Люди же любят гадости есть. Вот Макдональд же, он же не просто так гадостями кормит. Там заходишь, там, Картофана взял себе хорошего, взял себе хороший Биг Мак, там, мороженое. Оно же все такое не очень полезное, там, или эти плюшки с вишнями, там, или что-то еще такое. То есть, это грузинский Макдональд? Да, это вкусы, рестораны, это вкусы в основном. Ну, то есть, оно вкусно, потому что я в последний раз брал здесь хинкали с белыми грибами, да, вот, которые, именно которые из сухих происходят. Это очень важно, не свежие, не замороженные, а из сухих, потому что они такого немножко шоколада дают. И, ну, это очень вкусно, ну, то есть, это такое, вот, безумно-безумно вкусное. У людей слюнки текут, да. Как вообще вы следите за трендами ресторанами? Или вы не следите? Да никак я не слежу. Я как-то выпал из этого, ну, вот, сейчас... Потому что просто надоело? Я честно скажу, это надо работать, но это надо работать. Не бывает такого, что кто-то умный пришел, рассказал, как правильно сделать, и уехал отдыхать, приехал, а все-все правильно сделали. Любой тренд можно там запустить в мир правильно. Единственное, что мне здесь надо находиться, постоянно общаться, разговаривать, смотреть за людьми, за едой, за качеством, за температурой воздуха, за чистотой в туалете. Потому что говорят, что если хочешь сделать хорошо, сделай сам. И это самое главное, это ключевое. А если ты не хочешь, или у тебя нет времени на это, или нет желания, или не получается, то даже не берись, потому что получится какое-то унылое говно, да. Вы сказали, что ресторан-то очень легко ошибиться. У вас какие ошибки были? Да, это было миллион, наверное. Самая такая больная. Да, миллион. Самая больная была, когда мы поехали в Москву. Кто-то, я даже не помню кто, кто-то из великих, из первой пятерки государства, позвонил и говорит, Андрей, у нас, говорит, в Москве есть украинский культурный центр. Надо помочь родине. А Украина и Россия, они всегда были в таком то в холодном, то в горячем, в каком-то споре всегда были. Им всегда хотелось показать, у кого там писюн длиннее, или там у кого там паруса шире. Они говорят, у нас украинский культурный центр, старый Арбат. Вот. Я поехал в Москву, мне показали заведение, я звоню Ритке Сичкаре, сейчас, ну, Маргарита Сичкаре, сейчас она же тоже общественный деятель, она же выходец из нас. То есть она у нас начинала работать. Вот. Я говорю, приезжай в Москву, она приехала в Москву, и мы сделали там ресторан Гетман украинский. Вот. Ну, и он, конечно, такой был вообще ни про что, и нам не разрешали там ничего делать, потому что это может навредить имиджу. А этот цвет не соответствует цвету вышиванки там. Ну, я утрирую, конечно. Ну, понятно. В общем, каких-то тысячи там были послов, советников, которые ходили, рассказывали, как жарить деруны надо, и какого цвета должны быть салфетки, и какой мягкости должна быть туалетная бумага. И мы оттуда еле съебались, да. Ну, мы потратили на это столько-такое количество времени, там, ну, это же перелеты, переезды, команды. Ну, нажили много друзей за то. Ну, то есть, наверное, какая-то компенсация произошла, потому что когда-то у меня пришла туда, меня подводят к столу, говорят, вот, познакомься, Найина Ельцина. Ну, то есть, а Ельцин тогда был президентом России. Она сидит Хавей, там такой, ну... В гетьми? Да, в украинском. Видимо, она где-то что-то там какая-то, или мероприятие какое-то было. И она так говорит, Андрюшенька, вы молодец. Молодой был еще, перспективный, у меня торс такой, такой, ну... Ну, да. Ну, много таких, очень много интересных людей, исторических людей, которые там, люди видят их только... Так что? Что она сказала? Не, ну, мы знакомы были. У меня телефон... Просто спасибо сказал. Ну, у меня телефон ее был, да, мы могли там, ну, в какой-то момент времени, там, созвониться, встретиться, да. Я слышал такую историю. В 90-х, значит, чтобы раскрутить заведение, туда приводили, ну, таких хороших проституток, и они за собой гнали клиентуру. Правда? Нет. Мифы, да? Мифы, да. Во-первых... У вас не было такой тактики раскрутки заведений? Классные проститутки никогда не сидят в ресторанах, да. Это сидят какие-то, ну, или не проститутки, их называют любительницы, ну, то есть, это не профессионалы, или какая-то ниже среднего, потому что крутые, крутые бляди работают только по телефону, по интернету, или из рук в руки, по рекомендациям, там, ну, то есть, они очень прилично выглядят снаружи, да. Ну, а вот из таких... Кажется, что они преподают в КПИ. Сейчас-то особенно актуально в связи с последними, там, скандальщиками. А были какие-то, вот, может быть, с 90-х методы, вот такие вот, немножко ломовые, немножко странные, но работающие? Продвижение или работы заведений? Слушай, я сейчас не вспомню. Что вы делали? Появилось новое заведение? У нас было все. Мы, у нас, самое главное, то, что у нас было, это была козырная карта. По тем временам, карточный сервис, вообще, или дисконтные программы, были на фаворе, вот, держали карточку в кармане, не как дисконт. Уже им было все равно платить там 1000 гривен или 1200 гривен. Это была определенная статусная вещь, как золотые часы. на хрена часы иметь золотые? Ну, титановые же крепче или из нержавейки лучше. Вот. А сейчас этот тренд ушел, то есть его нету, он, ну, просто ушел. Просто все переместилось вот сюда и... Да, да, он просто ушел. Да, и раньше вот у нас было, например, описано 600 тысяч клиентов, ну, то есть украинских. Ну, вот посчитайте, 40 миллионов или 42 миллиона, где-то примерно 2% платежеспособной публики. Вот сколько от 40 миллионов 2%? 500 тысяч. Да, у нас было 500 плюс еще 100 каких-то лохомендриков, которые прицепились случайно. Ну, то есть практически все богатые люди Украины были описаны. Ну, то есть, что они едят, как они едят. Все были в системе, в компьютере. И вот эта вот история была самая главная. Плюс ивенты. То есть наши ивенты были самые посещаемые. Это было, ну, это было такое событие уровня финала УФА. Я просто знаю, ну, две вещи расскажу, что перед нашими вечеринками большими, там, на 5 тысяч человек, например, в парикмахерскую в Киеве нельзя было попасть. Ну, то есть записывались там за 2 недели. Все парикмахерские были забиты. В бутиках не было премиальной одежды. Не успевали завозить коллекции, потому что все скупалось, потому что все шли к нам с флагами такие, да. И это был переворот в городе, в сознании, там, во всем. Ну, это было событие огромное, концерты, звезды первой величины, нас показывали первые каналы. Ну, то есть, вот сегодняшнее Евровидение, это куча говна по сравнению с тем, что было там, по движнику. И сейчас уже, конечно, никто этого не сделает, потому что это были спонсорские деньги, сейчас таких бюджетов ни у кого нету. Скучаете по этим временам? Нет, нет, улыбаюсь, мне приятно. Сейчас бы мне кто-то сказал, организовать это я в жизни никогда не пошел бы. То есть, такой кусок нервов, сил. Энергии очень много забирают. Здесь куда ее тратить? Я считал, что там вы вкладывали очень много в эти ивенты и потом еще 4 миллиона долларов мог стоить один день. Еще несколько месяцев расплачивались долгами. бывало такое, бывало такое, если в минус работали, бывало и такое. То есть, для чего это делалось? Больше для промоушен? Только промоушен. Это система лояльности к клиентам. И когда у клиента возникал вопрос, куда идти, куда идти, конечно, к нашим идти. То есть, они 4 миллиона возвращали потом? Ну, конечно, ну, конечно. А потом оно все как-то рассыпалось. Почему? Как вам кажется? Ваша версия. Потому что СМИ называли кризис 8-го года, потом кто-то там на Донецких. Да нет, ну, это все человеческий фактор. Я думаю, что, ну, вот, короны повырастали у нас. Ну, я уверен в этом. Потому что, ты же перестали. Конечно. Ты перестаешь вообще там контролировать, что вокруг происходит. то есть, ты всесильный, знаешь. В какой момент в этом чувствуешь? Ну, денег столько, сколько ты хочешь. Не столько, сколько нужно, а столько, сколько хочешь вообще. Ну, то есть, вот куда хочешь там. Ну, надо деньги. Ну, открыл еще 3 ресторана. там, дал добро. Не открыл, а сказал, ну, давай. Ну, ну, давай. Хоп. Выпало, да. Это какой год был? Ну, наверное, это 2002-2007, наверное, вот эти вот 2004-2007, 2004-2008, вот где-то так. До кризиса. До кризиса. Да. И всегда, козырка, это всегда была такая, ну, вот как Советский Союз. Ну, то есть, это была такая сборная солянка разных людей и с разной идеологией и с разным подходом к рынку. Вот. И в какой-то момент времени, когда наступил сложный период времени, там, ну, там все вместе, там, и, ну, донецкие тоже приняли в этом участие активно, и власть приняла участие, потому что самый главный удар по карте нанесен был, когда убрали с набережной рестораны. Причем это же, ну, очевидно, был бред, потому что они все были подключены к сетям, к канализациям, к электричеству. У нас, мы это проводили все-таки. Они говорят, что вы сливаете. Мы сливаем, да. Вот. И мы говорим, так вот же, вот же канализация. И транспортный прокурор того времени, города Киева, лично залазил в канализационный люк и асбестом замазывал дырку, куда уходит наша канализация. Ну, то есть уровень был вот такой. Команда была такая. Да. Мы это видели все глазами. если прокурор лазит, замазывает дырки. Кто такой я по сравнению с прокурором? То есть уровень команды. Все понимают, ну, что мне надо, чтобы мне военное положение объявили. Или танки ввели ко мне в поселок, в Березовку, там, где я живу, например. Вот. Это было тоже такое. Люди поменялись, потому что говорят, что, ну, я так думаю тоже, что те, кто не могут меняться, вовремя, те умирают. Ну, то есть те, кто не могут расти и меняться, потому что мир у нас сейчас такой, все меняется, и мы должны вместе с этим миром меняться. Ну, или ничего не делать. Есть еще такой вариант, можно стать наблюдателем, созерцателем таким, знаешь. Кстати, мечта моя просто. Созерцать? Да, я обожаю. Слушайте, а как вам кажется, вот на, то, что в итоге, козырка в этом году, кстати, официально уже закрылась. Ну, это какая-то формальность была, она уже давным-давно закрылась. Не существовала. Сильно повлияла эта история с уголовным преследованием? Я думаю, что нет. Я думаю, что, моим? Да. Нет, я думаю, что нет. На козырку, я думаю, что нет. Когда вот эта вся история была, я думаю, что это плохо спецслужбы сработали. По поводу? Ну, я когда позвонил капитану, я говорю, срочно выходи. Они же транслох открывают, ну, то есть, когда выходит судно. Так. Вот. И он открывает на Истамбул транслох, на Турцию, вот, заливает полные танки. Что такое бунковать яхту? Это там двое суток бензовоз льет, ну, там, 70 тонн топлива, да. Все, двое суток? Ну, уехал, пока приехал, это же не бензовоз, потом следующий, следующий, следующий. Один слил, там 10 тонн, уехал. Пошел, там залил 10 тонн, приехал, слил 10 тонн, уехал. Слушайте, очень медленное средство передвижения. Ну, да. Бензовоз? Нет, яхта. Да, ну, конечно, медленная, она не рассчитана. Если вы хотите быстро передвигаться, покупайте самолет. И мы как раз выезжали из страны, мы же выезжали из страны там, там, жестко, там, чуть ли не полулегально, потому что никто не знал, чем это все закончилось. Это в 11-м? 11-й год. Мы через Луганск уходили на Россию, на Сочи, вот, и в Сочи пересели на метеорно-подводные крылья, и пересекли Черное море, и в Трабзоне вышли. Мы так в Турцию уходили. Ну, то есть, такой путь был. Я, кстати, тогда дурачок, вообще, я же политикой не занимаюсь, и я вообще не знал, что происходит в Абхазии. Ну, то есть, я понимал, что там что-то происходит, да, и мы себе в GPS забили в Сочи, Батуми. Ну, смотрю тут. Через Абхазию. Нормально, да, вообще ехать понты. И я выезжаем, закрываем границу российскую, открываем абхазскую границу, и абхазец такой, пограничник сидит, вот, говорит, а куда вы едете? Я говорю, в Батуми. Он начал друзей звать, показывать нас, ну, эти, ржут на Абхазском, на своем, знаешь, идите посмотрите на дурачков. Я говорю, а что вы смеетесь? Я говорю, парни, а что вы смеетесь? Он говорит, ну, в лучшем случае, вы пешком оттуда уйдете, без машины. Это, говорит, в лучшем случае. А в худшем вы вообще не уйдете. Там же боевые действия шли тогда, да, но вот в это время, там постоянная провокация, разведгруппы, блокпосты. Ну, так же, как сейчас вот у нас на Донбассе, примерно. Я жил в Грузии, меня прикрывал тогда губернатор Аджарии, был такой Ливан Варшаламидзе, вот, помогал мне реально, там, до каких-то пор, там, ну, по крайней мере, информационно, потому что они не очень сильно внутренне принимали вообще власть Януковича, там, они очевидно понимали, о чем идет речь. Я прожил полгода в Батуми, полгода прожил в Тбилиси, вот, мы даже там ресторан открыли, потому что мне там нечего было совершенно делать, ну, как переделали старый ресторан. Потом я уехал, у меня семья в Италии была, и я уехал, я самолетом не летаю, ну, то есть у меня фобия, фобия, как правильно сказать. Да, фобия, аэрофобия, у меня тоже. Ну, я вообще не летаю, то есть я не то, что там летаю, но боюсь, или пью, летаю, или редко летаю, то есть я вообще не летаю самолетами. Вы, Мартиросян, в Лондон едете, там, 4 дня, но на поезде. Да, на поезде, или на машине, мы там как-то двигаемся. Я уехал в Италию на машине, потому что в Грузии, кстати, тоже такая была история смешная, там у них, когда вот это все реформы прошли, обновление власти, полиция, патруль, да, мы все это на наших глазах происходило, там действительно много они всего сделали, но там даже проспект назвали Джорджа Буша-младшего, то есть дорога в аэропорт, Джорджа Буша, мне было сильно смешно, ну то есть есть же какие-то такие определенные переборы. Ну это палево уже прям, да, ребята? Чистое палево, да, конкретное, да, и они там всяческие вещи делали, у них было такое министерство безопасности в Тбилиси, и я пошел туда в министерство, вот, меня провели сразу, там гвардия стоит, забрали сумку, телефон, там рамки, металлоискатели, серьезная такая структура, десантники охраняют, там такое, вот, и там сидит министр внутренних дел, вот этот Вано, который был, вот, а я, меня вызвал его, как адъютант, или как помощник, или как, ну кто-то, какой-то помощник, ассистент какой-то, чувак тоже офицер, он говорит, Андрей, вот пришли бумаги на тебя, ты в розыске в Украине, вот запрос пришел, мы, конечно, не очень хорошо к ним относимся, да, но мы обязаны что-то ответить, да, дает мне диск, DVD, я беру диск, я говорю, а что это такое, она говорит, дома посмотришь, сейчас не смотри, не надо, дома посмотришь, ну, чтобы ты понимал, что это серьезно все, да, я прихожу домой, вставляю в Мак, компакт-диск, вот, а там старое здание, какой-то старой школы милиции под Тбилиси, такое 7-ми или там 8-ми этажное, с двором, с гаражами, со стадионом, то есть какая-то, похоже было на какой-то техникум, фотография в смысле, там полностью проект, фото, видео, аэрофотосъемка, вот, и внизу цена стоит на это здание, ну, то есть стоит цена, там что-то 4,6 миллиона лари, что-то такое, вот, и написано, если перейти на стоимость квадратного метра, то это копейки, а это действительно копейки, то есть там здание, по-моему, было что-то 30 тысяч квадратных метров, там, классы, спортзалы, гаражи, мастерские, там, целая история, и они мне говорят, что мы там нормально, ну, ты же как-то прими участие в становлении независимой, Грузии, ну, конечно, да, вот, и купи это все, я когда, у меня там был хороший консультант, мой товарищ, да, я говорю, слушай, ну, вот такая вот история, чтобы не трогали, да, да, ты возьми вот это, купи кирпич, да, ты купи вот это вот, и мы тогда на твоей стороне, тогда мы тебя защищаем, тогда мы тебе дадим иммунитет, прямо на таком-то хорошем уровне, вот, у меня, во-первых, не было свободных таких денег, они там все думали, что я архи-мульти миллиардер, форбсовский, да, имиджи идет впереди, у меня с собой там, ну, я не знаю, ну, было 1200 долларов, может быть, а 4 там, или 5 миллионов лари, это там полтора или 2 миллиона долларов, ну, я вообще не планировал в грузинскую экономику вносить там 2 миллиона долларов, да, вот. Слушайте, это что, заработок у них, был, видимо? Я боюсь, боюсь ошибиться, но, может быть, у них и благие намерения были, то есть, они действительно хотели отстраивать. Диск уже готовый, который можно тиражировать и раздавать людям с проблемами. Он у меня и сейчас есть дома, он у меня и сейчас, я с собой его, я его сохранил, как... Надо проверить, купил ли кто-то. Да, надо посмотреть. Я думаю, что кому-то они впулили его, может, Черновецкому, кстати, да, Черновецкий тоже там тырится потихонечку, Сейчас, кстати, они, я смотрю, усилилась сейчас реклама батумской недвижимости, дают украинцам особенные скидки, я думаю, что для них вот эта неразбериха у нас это самое то, сейчас поедут туда покупать тех, кто отсюда будет планировать выезжать. Так, в Италию вы потом поняли, Да, я потом сел в машину, да, я понял, мне товарищ мой говорит, что, слушай, Андрей, не шути с ними, не шути, потому что они, во-первых, юмора вообще не понимают, то есть, они, ну, это ребята, вот эти из МВД, они заточены на конкретный результат, говорит, что, ну, может быть, они даже по ошибке это делают, ну, мы тебе не рекомендуем шутить, ты, если хочешь, покупай, а если не хочешь, вали, потому что они тебе покоя все равно не дадут, говорит, ну, там, они тебя все равно заставят это купить, или сделают ситуацию, когда ты сам захочешь что-то купить другое, вот, или будет скандал какой-то, или они тебе выдадут украинцам, может, украина запрашивала, причем, так тихонько запрашивали вообще, никто, даже посольство не знало, там, через какие-то дип-каналы, разведки, какие-то контрразведки, вот, и я принял решение уезжать, я сел в машину и уехал через, мы выехали через Турцию, через Болгарию, через Сербию, вот, и доехали через Словению, вот, заехали в Италию, и я приехал к Ирке, Ирка у меня форта была с детьми, вот, ну, я сидел в форте Деймарме, а лодка моя, яхта, стояла на ремонте в Стамбуле, валы центровали, вот, и звонит мне капитан, говорит, лодка готова, можем выходить, я говорю, выходите, мы сидим в Виореджио, ну, то есть, ну, это не близкий путь, я говорю, ну, потихоньку, малым ходом заливайтесь, танки заливайте, к нам идите, мы здесь вас ждем, вот, и мне один, я не хочу называть кто, там со мной был один человек, вот, он говорит, слушай, ну, что это, вот, ты представляешь, а у меня как раз через 4 дня был день рождения, вот, он говорит, слушай, ну, что это такое, будет через полмира пустая идти на шару, к нам сюда, давай туда поедем, проедемся, круиз такой классный, и он меня убедил в том, чтобы мы сделали круиз, ну, и там пригласили каких-то там друзей, еще в Стамбул, чтобы они пришли, мы хотели в Стамбуле сесть на лодку, и, так быстрее было машиной до нее доехать, чем она была, машиной сутки, она идет 2 недели до Италии, ну, там же кусок, там же 4 моря надо перейти, вот, и, мы сели в машину и поехали, и я спал, я вообще не знал, что я в розыске нахожусь, ну, я вообще не знал, что я в международном розыске нахожусь, потому что мне там... То есть после Грузии вы не стали там перепроверять информацию, что-то? Перепроверяли, закрытая была полностью информация, да, у меня друзья сидели, приятели, товарищи на контроле, никто ничего не подсказал, и мы переезжаем, мы выехали опять из Италии, въехали в Словению, из Словении въехали в Хорватию, вот, из Хорватии мы выезжаем на Сербию, и на сербской границе ночью, я, а у меня водитель сидит в машине, и он дает паспорта в будку просто, и у меня мой паспорт загорается красным, там, на проходе, ну, и меня понятно, что они меня задерживают, сверяют данные, сверяют, опрашивают, чтобы не было никакая ошибка, сажают в какую-то комнату отдельную, там, утром приезжает автозак ихний, меня везут в суд, да, ну, они же обязаны, они же без суда не могут, и суд, да, говорит, экстрадиционный арест, да, розыск международный, да, особо опасный, там, ну, и там такого понаписывали, а они же не знают, о чем идет речь, вот, а наши СБУшники, потому что дело вело, главное следственное управление СБУ Украины, где я, где главное следственное управление СБУ, им нечем заниматься, да, вот, ну, год и два месяца, да, я отсидел в СИЗО, мы, конечно, могли раньше решить этот вопрос, но, я не хотел экстрадироваться, ну, то есть, они не могут без моего желания меня экстрадировать, но не получается у них, серьезно? конечно, ну, при наличии нормальных адвокатов, можно это держать, можно в СИЗу сидеть долго, а оно комфортное? мне нормально, мне без, ну, я без запросов, то есть, я никогда, как бы, не тратил на себя много, и, не, я имею ввиду, комфортное СИЗО? ну, конечно, дискомфорт, что, как оно выглядит? воняет, сильно, шумно, храп стоит, большая камера была? 24 человека, 24, не, ну, вот, например, могу в двухместную уйти, нет проблем никаких, но в двухместную это кошмар сидеть, вообще, это скучно, грустно, там, но вы же, вы ночью ехали вообще в эту страну, вообще не планировали там, я даже не знал, где меня арестовали, я у них спрашиваю, я говорю, это Сербия? они говорят, нет, это Хорватия, я не знал, где я нахожусь. ни языка, ни понимания, что происходит, каково это? Старые сербы там были, они, во-первых, русский учили в школе, там такие были старые контрабандисты, а там в тюрьме в основном сидели военные преступники, это вуковарская трагедия, вот это вот, когда Хорватия, Сербия воевали, у них недавно же война закончилась, вот, и вуковар, это же центр был, а я сидел рядом с этим вуковаром, и там в основном были военные преступники, в основном сербы, полицейские, генерала, по два сидела там, ну вот, те, которые под серьезными статьями, под убийствами, под геноцидом, вот такое вот. И они в СИЗО сидели, СИЗО, это же как-то предварительная история. Предварительная, да, у нас там тюрьма смешная такая была, там двухэтажные здания, там второй этаж это СИЗО, а первый этаж это уже тюрьма, да, ну там эти потоки разбиты, тут же у них суд, тут же, ну у них по-другому все это выстроено, ну и объем маленький очень-то тут, может 400 человек всего сидело, да. Вы там стихи писали? Я все там писал, я читал там, писал, да, хорошо было. Вы учили язык? Да, ну забыл уже, да. Единственное, недавно включил, искал там лодку одну, посмотреть новую лодку, выпустили, Бенетушку, вот, и я нашел ролик в Ютьюбе, включаю, а он на хорватском языке, вот, и я включаю его, смотрю ролик, а когда я его посмотрел, я понял, что я полностью понимаю, о чем они говорят, то есть это уже специальные термины, ну, то есть где-то, где-то в подсознании, где-то в гипоталамусе, оно все равно осталось, но тут 4 года забыл, все забыл. Новость, точнее, тренд на синтетическую еду. Я не знаю такого ничего. Вы знаете, когда из растений делают мясо, которое... Яйца делают, да. Мясо вот именно. Есть такая компания, Impossible Foods в Америке, она включила, вчера запустился совместный проект с Бургер Кингом, они там в 40 своих заведениях запустили котлету, где, ну, нет ни грамма, мяса, говядины. Для меня это все не мое, это глупость. Я слушаю Pinfloid, я, ну, я люблю стейки, у меня есть молодежь, которая любит стейки. Я думаю, что там, ну, пусть попробуют там двигать эту историю какую-то. То есть у меня вкусы немножко другие. До нас-то еще, наверное, доберется не так скоро, но в целом такая история зарождается в мире. Нет, сейчас, вот, азиатская кухня, она тренде, там по-прежнему, то есть разная, вьетнамская, китайская, японская, тайская, то есть вот разная. Она тренде, их миксуют, эти кухни, как попало. Вот, итальянская кухня, как была, так и есть, грузинская кухня, и наша родная, вот как Вог когда-то был, где он пропал. то есть, потом была молекулярная кухня. Молекулярная точно куда-то пропала. Но это вот, вот эта вот история про, вот то, что ты рассказал про вот это мясо, которое делают из сена, это, это молекулярная кухня. Из лютиков. Ну да, это такая история, которая тоже пропадет, наверное, пропадет. Так, потом вы были экстандированы в Украину. Потом меня передали, я же не летаю, меня передали венграм. Хорватия граничит с Венгрией, Венгрия граничит с Украиной. И меня машина, хорватский Интерпол забрал, потому что я не летаю самолетом, меня нельзя отвезти. А можно было так сказать, слушай, Интерпол, я не летаю, поэтому едем? Да, конечно, мой адвокат. А им не все равно? У меня очень хороший адвокат. Да, да, не один был адвокат хороший, да, я им очень благодарен. Они, ну вот, это ребята из Украины или те, которые вы там нашли? Один был немец, один хорват, один украинец. Вы их нашли во время ситуации? Турбоевская нашла. У меня Ира Турбоевская, это мой ангел-хранитель, да, ну вот она, ну, мать моих детей, да, сразу сдавайтесь, да. Меня хорваты забрали в машину, перевезли на границу, передали венгерскому Интерполу, венгерский Интерпол меня посадил в простую патрульную машину, сидело три спецназовца, и я сидел сзади, вот, ну, то есть, вот простой, простой седан был такой, но я был закован полностью, то есть, пояс, ноги, руки, руки к ногам, руки к поясу, ну, такое, как доктор-лектор, только маски не хватало, это с гвоздями, вот, меня писать выводили, так, на это, вот, у них такая есть история, у них такой шнур, реальный спецназ, маска, автомат, то есть, не полицейские, это ихний, как альфа, вот, примерно у нас, да, и у него на руке поводок, как у собаки, вот, я-то дуйся свою, выгуливаю таким образом, вот, и карабин, он цепляет ко мне за, за пояс, за этот, да, и вот, когда я выходил курить, там, например, там, перерывы, курить тоже разрешают? ну, чего нет, все нормальные люди, но я имею ввиду, что нет такого, это же не фашизм, то есть, все вокруг живые, нормальные люди, кушать на, курить на, главное, не убегай, не плюйся в них, там, ну, там, пистолет у них не забирай, вот такое, да, ногами не делись, ну, понятно, так, окей, это сколько часов, вот, вот так вот, да, как-то ехали? часов, 7, да, и потом меня привезли на ЧОП, на ЧОПе передали украинцам, вот, украинский, конечно, конвой, это было, родина встретила, конечно, 50 дней выводили уже, по-доброму, нет, с этим все нормально, встретил меня офицерский конвой, человек, наверное, ну, не меньше 15, это же уже приглашающая страна, с собаками, два автозака, один основной, второй дублирующий, если тот поломается, ну, они какой-то протокол, они какой-то включили, я говорю, может, они Каддафи ждут кого-то, ну, то есть, жесткого же бандита везут, такого же, и меня в Ужгороде привезли в СИЗО, на границе ко мне подходит такой штым, вот такого размера, вот так вот мне смотрят, старший лейтенант внутренних войск, черная форма, у него конвойный такой, подходит и говорит, братан, какой масти будешь? Это мне подняло настроение, да. А какой можно быть? Ну, вор там, или какой-то, я ему сказал, пошел нахуй отсюда, да, он быстро развернулся, ушел, вот, ну, вот примерно так это выглядело. Какой масти? Какой, братан, братан, какой масти будешь? Вот, но он же не знает, кого они везут, им же не рассказывают, им говорят, что категория 2, человек 1, статья тяжелая, особо опасные, особое внимание. А что такое категория 2? Да, это я шучу, я не знаю, какая категория. Говорят какие-то кодовые фразы, они не знают, кого они везут, да, чтобы договориться не могли, чтобы не понимали, какой конвой будет везти. Ну, да, да, да. А потом я приехал в Ужгород, меня посадили в СИЗО, и в Ужгороде в СИЗО я отсидел 3 ночи, и в Ужгороде меня отвезли в отдельный зал, и Печерский суд через камеры рассматривал мое дело в онлайне, в скайпе. Вот, я сидел в Ужгороде перед камерой, у меня экран, судья, Турбаевская, адвокаты, ну, там все были, вот, и там уже наконец-то дали просраться, судья дала просраться исследователям и всем остальным, да, и они меня выпускают под залог, эти не верят, потому что нужна печать мокрая, мокрой печати нет, есть решение по факсу, пришло им решение, что меня выпускают под залог, Турбаевская сразу внесла, там, что-то 200 тысяч гривен залога или 300, я говорю, выпускайте уже, они говорят, пока не придет бумага, между Киевом и Ужгородом 800 километров, вот, и на следующий день утром они меня пакуют полностью, тоже со спецназом, я говорю, ребята, сейчас приедет человек, подождите там час, сейчас она приедет с решением, вот решение суда, нихрена, они меня пакуют, вот, сажают в автозак и везут на вокзал, в Ужгород, сажают в Столыпинский вагон, в отдельную камеру, там же особо опасных, держат в отдельных клетках вообще, вот, посадили меня в отдельную камеру, в вагоне в ЖД, и повезли на Львов, потому что у них такой порядок, если есть экстрадиция, я приехал, больше двух суток я не могу там находиться, вот, я должен ехать дальше, это называется, пошел по этапу, да, вот, и меня привезли во Львов, и только я уехал, поезд тронулся из Ужгорода, прилетела Турбоевская, с бумагами со всеми, и они на машину гнали за поездом, и у меня выходит начальник конвоя, прапорщик такой, это вменяемые все ребята, нормальные, так же сжрут, так же срут, так же любят, все точно так же, нормальные пацаны, вот, он подходит, говорит, слушай, там приехал начальник Ужгородского СИЗО, это было уже в Мукачево где-то, на машине, с ним какие-то люди, хотят тебя забрать, я говорю, ни в коем случае не отдавай, говорю, пусть пиздует, говорю, во Львов, и там меня забирают, потому что я понятия не имею, кто это, а если бы я знал, что это Турбоевская, а они вот это весь, всю дорогу, поезд шел, они за поездом на машинах ехали, и на каждой станции, они требовали меня отдать, вот, а конвой не отдавал, а я говорил, не отдавайте, они могли, кстати, отдать, были документы все, вы сами, ну, вы просто не знали, кто там, я не знал, кто это, да, я же сижу закрытый, ну, я оттуда уехал, уже на Киев, приехали ребята, меня забрали, меня освободили, но на Киев, то есть вы все-таки решили остаться здесь, да, конечно, я люблю эту, ну, понятно, но есть какое-то вот непонимание, да, а, нельзя было, наверное, выезжать, да, что у вас подписка была, ну, конечно, у меня подписка была, и вы до 15-го года решали все эти вопросы? Думаю, что даже до 16-го года у меня были суды, потом я получил по всем обвинениям, которые были, мы получили оправдательный приговор, это очень важно было, да, ну, как-то оно все вот, там, знаете, боженька любит за что-то меня там, я просто не понимаю, что здесь интересно, банальная история, это банальная история, ну, я сейчас сидит, поедьте сейчас на Лукьяновку, там сиди, таких как я, там, или таких как вы, сейчас сидит полстраны, да, не хотелось бы, ну, никто же не застрахован, им тоже не хотелось, но это лучше, чем больница, чего, ну, как там, ну, в больнице болеешь, а там просто сидишь, ваше отношение к франчайзингу? Хорошее отношение, у меня вообще к любому позитивно, позитивному процессу, еще и приносящему прибыль, дающую добавленную стоимость, всегда очень позитивное отношение, но опять-таки, это все делают люди, видимо, мне не совсем повезло, я не нашел хорошего менеджера по франчайзингу, который организовал бы это все, потому что я не являюсь специалистом, я не знаю, как это продают, ну, то есть, вам не нужно не менеджера, а консультанта, типа нас, наверно, может быть, может быть, может быть, ну, вот, может, вы нас когда-нибудь продадите, у меня на самом деле, я открою вам один секрет, у меня есть нереализованных, наверное, концепций 40, в столе лежит, ну, то есть, из них там, ну, может быть, там есть мусор какой-то, но из них там точно, там 5-6 есть крутейших, вот, это как Ира Билок, это моя соседка, моя подруга хорошая, она говорит, у нее 500 песен есть в столе, записанных, то есть, вот, музыка, стихи, демо, вот, она выпускает их очень редко, вот, но у нее очень большой запас есть, вот, у меня тоже есть большой запас. И среди этих САК, что там такое, концепции чем отличаются? Самое, самое ненужное. много всего, ну, много есть разных историй. Есть что-то необычное? Необычное, экзотическое? экзотическое. Мне надо понимать, что, что, экзотическое, потому что, необычное, может, стриптиз-бар для вас снизить? Тоже, тоже. Стриптиз-бар с фастфудом объединить? Нет. Не пойдет, да? Нет. Разные просто клиенты? Фастфуд с миньетом отличное объединение, да, да, отличное объединение, но у нас общество не примет, наверное. Я вел переговоры когда-то лично с Hard Rock Cafe, когда они нам выставили миллион долларов, я помню, мы собрались с друзьями, один миллион долларов они попросили за... Стоимость франшизы только? Да, стоимость франшизы, но они разрешали нам строить какое-то там неограниченное количество по Украине этих ресторанов, ну, то есть, там могли строить Одессу, Днепропетровск, Харьков, Киев, ну, то есть, мы могли купить франшизу там за миллион, а потом еще они нам объясняли по 200 тысяч продать там дальше ее, ну, то есть, мы как бы генеральные были, я не знаю, как это называется. эксклюзив, эксклюзив, мастер франшизы. но мы могли еще, еще эту же франшизу перепродавать, могли зарабатывать, вот, и они нам объявили миллион, и мы сели с друзьями тогда, мы тогда там бухали жестко, ну, то есть, так, ну, то есть, сильно веселились всегда, мы были всегда веселые, вот, и кто тогда говорит, а тогда миллион долларов, это были такие деньги, это, как сейчас сказать, 100 миллионов. Это не как в Грузии уже, да? Не, не, 100 миллионов, ну, то есть, миллион долларов, это была какая-то сумма, которую никто вместе никогда не видел на столе, ну, какая-то космическая сумма, и, по-моему, Серега, говорит, слушай, давай мы сделаем свой, я там за 100 тысяч здесь раскручу такой бренд, что они просто в панике будут, и появился бренд, где живет, да, но немножко как троллинг, хард-рок кафе. Вы хотите его сейчас реанимировать? Я нет, это не реаним, это просто дань бренду, и это не реанимация бренда, да, когда закрылся дежавю, вокруг меня были люди, которые, вместо того, чтобы сказать, Андрюха, расслабься, там, живи спокойно, они сказали, да, Андрюха, ты же крутой парень, там, ты же можешь, и тебе маленькое, это не твой размер, тебе надо глобальное что-то, у тебя же талант, ты же способный, они все это сказали, и быстренько ушли, я залез в этот огромный проект, в дежавю, на набережной, слава богу, что я не залез в зимнюю зону, но мы лето отработали, вот, я оттуда ушел, и сейчас на это лето я не буду там продлеваться, это огромный объем, и там надо реально мне жить, вот мне надо реально брать раскладушку, и жить там, а я не хочу жить в дежавю, ну, у меня нет жизненных планов, слушайте, а почему так сильно в ресторанном бизнесе зависит все от одного человека? Когда проект полностью оформлен, когда расписаны бизнес-процессы, когда он систематизирован, ну, то есть полностью, тогда не надо, наверное, этого, тогда можно подобрать людей, когда система контроля работает, наверное, вы в этом разбираетесь гораздо больше, чем я, занимаясь франчайзингом, вот, когда есть там брендбук, когда есть санкции, которые возникают за нарушениями, все стандарты вообще. Стандарты, да, ну, да, вот стандарты, систематизация, я никогда в этом не был силен, ну, я не знаю, это боженька берег меня, или боженька наказывал меня, но я не... То есть у вас ручное его управление, да, такое? У меня были люди, которые управляли этими стандартами, но все это основывалось на людях, не на системе, не на цифрах, это все основано было на самые рисковые вещи в мире, на человеческом факторе, ну, я с одной стороны благодарен, что так было, потому что это было реально интересно, реально круто было, да, то есть, ну, я думаю, что мы там за свою жизнь прожили там 10 нормальных жизней, ну, я имею в виду вот... По насыщенности. По насыщенности, да, по загнанных самолетах, там, ну, то есть... На которых вы не летаете? Раньше летал, да. А когда, кстати, это в какой момент случилось? В 2000 году я перестал летать. Что-то было там, какие-то... Я бухать бросил, перестал летать. То есть, все-таки помогало на определенном этапе? Я думаю, что если я сейчас накачу, я думаю, что я тоже полечу, да. Просто, ну, вас некуда лететь, ну, нет, не хочется никуда лететь, я поменял образ жизни вообще. Я и тогда-то был таким немножко, как ни странно, таким социопатом, наверное, или социофобом, вот, но у меня тогда была такая работа, но я был вынужден выходить на публику, и как-то мне надо было заводиться по этому поводу. А сейчас мне еще это не надо делать, так я совсем там, с развязанными руками, ну, то есть... Социопат, типа, полный программ. Ну, да, я не то, что там, не то, что социопат, это там, ну, а-ля, ну, я прекрасно себя чувствую, там, с книгой, например, там, или гуляя, там, по кругу вокруг дома, мне даже не надо по Парижу гулять, ну, то есть, мне всегда есть о чем подумать, и всегда есть, почему улыбнуться, и у меня есть всегда приятные люди, с кем созвониться, и есть всегда там друзья, которые приедут, там, ну, если есть повод какой-то, ну, то есть, в этом полный порядок. Сильно снизились у вас запросы? Да, да, если раньше, там, самолеты, пароходы, лодки, яхты, поездки, отели, не часто, но, но бывало такое, то сейчас вообще даже потребности такой нету, ну, то есть, это не то, что придуманное, или просто нет потребностей, и денег особенных таких нету, чтобы прям, ну, можно было там шиковать, гулять по буфету вообще без ограничений, да, но нету такой потребности, я когда-то писал статью, что сейчас модно, что не модно, и там был один такой пункт, и я вам сейчас его скажу, вы поймете, о чем я говорю, то, что, там, в бедной, в нищей, воюющей стране, немножко стыдно ездить на премиальных автомобилях, нужно ездить на европейских экономичных машинах, хороших, ну, 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 среднего класса, потому что, ну, это, такая история не очень хорошая, потому что, есть, там, очень много людей, которые, там, еле-еле сводят, концы с концами, там, это очевидно, можно, люди, кстати, если хотят проверить, как это происходит, все, можно провести эксперимент, он очень простой, можно взять, положить в карман 3000 гривен и попробовать месяц на них прожить, ну, можно диетничать, можно не болеть, там, ну, то есть, ну, попробовать просто, и люди поймут, о чем я говорю. А вы на чем ездите сейчас? У меня Honda Civic маленькая. Ну, за рулем. Не, я с водителем езжу. В маленьком Honda Civic? Ну, она не маленькая, она нормальная, ну, такой седан нормальный, да, но она хорошая такая, экономичная. Да? Да. На газу? Не, на бензине. Вы на гитаре играете довольно классно и поете? Нет. Ну, как нет? Так, нет. Уже нет? Я же видел в роликах, вы классно поете. Это называется бренчание на гитаре, это не игра. Это гораздо лучше, чтобы я смог исполнить. Во всех направлениях, даже в продаже франшизы, надо уметь отвлекаться и любить, потому что любая франшиза без любви теряет смысл. И мы же в грузинском ресторане, поэтому делаем песню «Проводы любви». Я ее, кстати, очень люблю. Она очень крутая. «Полчаса до рейса», полчаса до рейса, мы стоим у взлетной полосы и бегут быстрее всех часов на свете Этих электронные часы. Вот и все, что было, Вот и все, что было, Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, А ведь это проводы любви. И того, что было, И того, что было, Нам уже быть может Что-то там забыл слова, Ну, как обычно. Жаль, что мы друг другу Так и не успели Что-то очень важное Сказать. Вот и все, что было, Вот и все, что было, Ты как хочешь Это назови. Для кого-то Просто Летная погода, А ведь это Проводы Любви. Для кого-то Просто Летная Погода, А ведь это Проводы Любви. Вот такая песня Бубы Хикобидзе, Ну, немножко, конечно, переделанная Под босяцкий мотив.